Это для него будет самым правильным и патри... 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 Демид, удивлен твоей грамотностью и произношением. Благодарю. Сколько языков знаешь и почему Рамзан спустя столько лет на госдолжности не смог нормально выучить язык? Да и по-чеченски диалект у него странный. Это нормально? Почему Рамзан спустя столько лет на госдолжности не смог нормально выучить язык? Потому что способность к познанию, она не каждому человеку это дано. Понимаете, этим отличается тупой от дурака. Многие не понимают разницы между тупым человеком и дураком, а это совершенно разные люди. И украинский народ попросит прощения и прийти на все условия, которые сегодня требует России. Это для него будет самым правильным и патри... 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 Даже слова не могу назвать, но он... Он не патриот, но он... Это для него будет шагом, чтобы не был опущен... Интересно, который его грамотно разговаривает на чеченском языке? Поверь мне, нет. Он вообще не разговаривает на чеченском языке нормально. Он говорит на каком-то непонятно смешанном русско-чеченском языке с каким-то проглатыванием окончаний. У него какой-то дефект речи. Короче, его очень сложно понять даже чеченцу то, что он говорит. Что скажете про Тумсуова? Про него у нас один, да он. Говорите, да он. Ну... Все там думают, что он что-то представляет из себя. Он всего лишь болтун. За ним ничего не стоит, да он. Я вас тоже прошу, да он. Оставьте его, да он. Не слушайте. Ну, просто интересно бывает, когда он ерунду несет, да он... Когда наш брат, да он, чморит его там, на его там, выступлениях. Ну, я иногда тоже сегодня, по-моему, да он... А сегодня, да он слушал, да он... Как он говорит, да он... И... Как, да он... Приводил пример наш брат, да он... Приводил, да он... Приводил, что в его словах... Сколько он... Неправду говорит, сколько он чувств несет там. Это... Он не самостоятельный человек, я вас уверяю, да он. Его держит, да он... Спецслужбы европейские, да он... И он за это получает там... Копейки там... И... Сейчас его там, они уберут там... Как и остальных там... И потом скажут, что Кадыров это сделал, да он... Вот... Они что делали? Используют, да он... Любят использовать, да он... Использовал, потом все... Вот чтобы... Конец тоже был у них... Такой, да он... Плохой, да он... И... Про него, да он... Не стоит говорить, да он... Он... При жизни, да он... Нам не мешает... Наоборот, помогает... Когда с ним что-то случится, да он... То действительно, он будет нам мешать, да он... Поэтому... Мы должны, да он... Его охранять, да он... Потому что он ничто... Он не он, не она... Можно сказать, оно... Поэтому... С ним лучше не связываться, да он... Вот... Оставьте болтуна... Пусть болтает... Вот как неваляшка... Вот его роль в жизни, да он... Если он мужчина, да он... Если он говорит, его там... Незаконно забрали... Пытали... Что ты делаешь там, да он... Приезжай, да он... Ну, покажи себя, да он... Надо же... Отомстить... Отомстить, да он... За то, что... С тобой сделал... Он скажет, да... Придет время... Там год, два, три, пять... Потом я это... Ну, это болтологи, да он... Такие болтологи... Мы много видели... Поэтому... Кроме его, да он... Я вас прошу... Кто... Даже наших... Братьев, да он... Оставьте его, да он... Пусть дальше, да он... Если мы хотим ему помещать... Мы должны его забыть... Там... Вот... Для него это, да... Это проблема... Ну и теперь самое... Наверное, интересное... Это по поводу... Лидеров Ичкерии... Кадыров рассказывает... Иорданским чеченам... Что он лично знал... Этих всех лидеров Ичкерии... Наших бригадных... Генералов... Амиров... И он говорит, что... Клянется... И говорит, что 80% из них... Все были наркоманами... Не молились там... В общем... Скверными людьми... У меня к тебе вопрос такой... Хотелось бы, чтобы... Чтобы ты ответил на этот вопрос... Иорданским чеченцам... Почему... Вот эти вот... Чеченцы... Лидеры Ичкерии... Амиры... Бригадные генералы... Которые... По твоим словам... Все были наркоманами... Большинство из них... Все они... Погибли от... Российских пуль... От... Российских осколков... То есть... Они все погибли в сражении... Пали от действий врага... Но... Твой... Родной брат... Который был... Сыном... Святого просто... Человека... Ахмата Кадырова... Как ты говоришь... Был братом не менее святого человека... Тебя... Сранителя... Корана... Служителю... Ислам Ngо... Защитника... Сунны и Мусульман. Почему-то твой брат... Умер от передозировки наркотиков... А все эти чеченские полевые... Командиры.. Лидеры Амиры... Которые по твоим словам... Все были наркоманами... Ни один из них не умер от передозировки... Почему ты об этом не рассказал... Иорд click чеченцам... Почему... В твоей семье... В святой семье... Твой брат умирает... От передозировки наркотиков? Почему... Твой брат... Все надежья.. Почему в твоей семье, Кадыров, во всей твоей семье, ни один человек не погиб, не был ранен от вражеской пули, от вражеской бомбы, ни один человек в твоей семье, которая, как ты говоришь, объявляли джихад когда-то и так далее, ни один человек у тебя не погиб на этой войне, ни один человек у тебя не был ранен. Но зато в твоей семье человек умер от передозировки наркотиков, а эти лидеры Ичкерии, которые все были наркоманами, ни один из них не умер от передозировки наркотиков. Все они пали от вражеских пуль, от вражеских осколков. Их семьи гибли от вражеских пуль, от вражеских осколков. Но тебя это не постигло. Вот об этом тебе надо было сказать иорданским чеченцам. Я могу объяснять, любому доказывать, аргументировать и доказывать свою правоту. Так вот, Кадыров, знаешь, очень легко посадить перед собой 150 иорданских чеченцев, которые никак тебе не будут противоречить, не зададут тебе никаких постых вопросов, не ткнуть тебя в твои противоречия, посадить их и полтора часа вести с ними монолог. Рассказывать им о том, какой ты хороший. И после этого заявлять, что я вот любому докажу, часами могу ему объяснять, если ты можешь кому-то что-то доказать, то попробуй доказать это мне. Я вызываю тебя, принимая вот это вот твое заявление, я говорю, докажи это мне. Несколько твоих прихвостней уже попытались это сделать. Даже Шевченко подпрягся в эту тему, но ни у кого не получилось. Все они разбивались. А те противоречия, на которые я указывал, знаешь, все вот эти вот твои корабли, они потонули. Попробуй теперь ты. Ты же говоришь, что ты любому можешь доказать. Докажи это мне. Со мной ты не сможешь вот так разговаривать, мне ты не сможешь часами, как ты говоришь, что-то объяснять. Со мной тебе придется дискутировать, тебе придется спорить, тебе придется отвечать на очень сложные вопросы для тебя. Я тебя буду тыкать в твои противоречия, понимаешь? Указывать тебе на них. И тебе придется выпутываться. И ты этого сделать не сможешь. Несмотря на всю твою одаренность, то, что ты академик, то, что ты кандидат экономических наук, что все там твои регалии, я не закончу сегодня перечислять. Несмотря на все это, ты не выдержишь этого дискурса. И ты это прекрасно знаешь. Ты это знаешь прекрасно. Поэтому ты никогда не выйдешь на этот дискурс со мной. Не нужно делать вот эти вот пафосные заявления. Мы любому будем объяснять там, типа, часами. Ты вот так вот посадишь перед собой людей, которые либо будут тебя восхвалять, как это делали несколько человек из этих юрданских чеченцев, либо будут просто молчать. Никак тебе не перечи. Ты вот с таким же успехом, ты можешь перед собой расставить стулья, шкафы поставить, и их также часами грузить, рассказывать им о том, какие вы были хорошие ребята, ты и твой отец. Но мне ты этого не сможешь сделать. И ты это прекрасно знаешь. Со мной ты не вытянешь разговор. Поэтому не делай подобные заявления. А раз ты уже сейчас его сделал, я тебе делаю вызов. Я говорю, давай, докажи это мне. Проведи этот диспут со мной. Учти только, что часами говорить, мне что-то рассказывать, что я тебя буду слушать, у тебя это не пройдет. Со мной ты будешь именно разговаривать. Мне ты будешь отвечать. Я тебе буду задавать вопросы. И они будут очень для тебя неудобны. Если надумаешь ты, я думаю, ты найдешь способ на меня выйти. Ну а если не выйдешь, если ты на это не готов, тогда не нужно делать эти папостные заявления, если у тебя не хватает на это мужества. Ни мужества, ни опыта. Ни мозгов.